всем привет сегодня я расскажу вам про четвертый семестр в польско-японской академии на профиле информатика впрочем так как и обещала вам ранее и начиная с того что еще до начала самого семестра нам пришел вот такой вот email в котором говорится что мы должны выбрать определенные предметы для их дальнейшего изучения но на самом деле наш выбор состоял в том чтобы выбрать один предмет который мы можем исключить из данного предложенного списка я решила что такую возможность я пока что оставлю на потом многие мне пока что советуют отказаться от такого предмета как ауг на седьмом семестре но я пока что не решила какой предмет я вычеркну из данного списка изучаю пока что все но о своем дальнейшем решении я обязательно расскажу вам в будущем следующее у нас был еще один выбор это выбор языка насколько вы помните мы ранее изучали только английский язык теперь вы можете заменить эти уроки английского языка на любой другой предложенный язык университетом так что я решила почему не воспользоваться такой возможностью и решила что стоит все-таки поменять язык но осталось всего лишь два года до конца обучения и я подумала что за два года вряд ли я смогу выучить какой-нибудь японский или немецкий которые я совершенно не знаю и я подумала что мой идеальный вариант это будет польский язык который я хотя бы хоть как-то понимаю что-то приблизительно также знаю и решила попробовать заменить английский на польский в итоге сейчас смотрю мне даже больше нравится занятия польского языка у нас была более большая группа все были очень дружелюбные и активные также учительница располагала к себе но я не знаю как так получилось что группа состояла только из студентов с третьего курса и только я одна была студенткой со второго курса почему как так я не знаю до сих пор никто не знает как и моя учительница также но это наверное даже не минус а плюс потому что ребята с третьего курса они мне дали некоторые советы например по трудоустройству или советы по выбору специальности так что спасибо вам большое за это за ваши советы а далее мы перейдем к моему расписанию да кстати нам добавляется такой предмет как физкультура возможно некоторые вообще не ожидали услышать что у нас имеется физкультура на профиле информатика кто-то давно возможно ждал данного предмета так вот рассказываю как мы закрываем этот предмет на самом деле все достаточно просто если вы будете обучаться не онлайн а оффлайн на месте в университете вам будет предложен достаточно большой и обширный список видов спорта вы выбираете то что вам нравится что вам по душе и вам просто выдаётся абонемент и вы в течение всего семестра ходите в тот же самый спортзал или например на бассейн тем самым закрывает данный предмет по моему это вообще шикарная идея для того чтобы закрыть физкультуру также хотела поговорить об основных предметах и начну я с нашей уже известной джавы что с ней случилось теперь она называется тпо и на самом деле джава теперь уходит на второй план мы чисто и и наверное изучаем для того чтобы возможно ее как-то не забыть на самом деле я уже говорила в предыдущем ролике то что случилась такая ситуация что у меня программы лекции и туториалов они никак не пересекались точнее они пересекались на достаточно редко поэтому мне было достаточно сложновато на туториалах но спасибо что мы хотя бы просто повторяли нашу прошедшую уже программу и добавляли какие-то некоторые маленькие фичи новые но в основном это было конечно же повторение так что я надеюсь что у вас такого не случится возможно конечно же вообще все поменяется кто его знает просто удачки значит джава уходит на второй план что у нас теперь на первом плане на первом плане у нас сейчас такой предмет как например а по бд вообще еще самого начала данный предмет произвел фурор еще в начальных лекциях было заметно то что все студенты повставали и начали работать и даже самые ленивые мне кажется настолько нас замотивировали на эту работу да кстати рассказываю конечно же о чем вообще этот предмет помните когда-то я еще даже говорила что мы изучали базы данных но не знали как связать их с интерфейсом какие-то так вот можно сказать что аппд это в каком-то плане именно тот предмет который нас этому и учит значится аппд это что мы лично изучали мы изучали c-sharp.net в нашем случае это было 5.0 и мы также изучали blazer я вообще была конечно же в приятном шоке то что наша программа настолько быстро оказывается меняется по крайней мере на данном предмете и тот же самый потому что blazer он был выпущен достаточно относительно недавно и мы его уже изучаем поэтому по моему это очень классная идея и респект конечно же нашему лектору который меняет для нас программу на самом деле старается мотивирует студентов даже самых ленивых как я уже сказала так что предмет классный не пропустите его потому что он является предметом тем самым в списке дополнительных предметов которые показывала вам ранее мне кажется вы не пожалеете если вы возьмете этот предмет на самом деле очень вдохновляющая на такую интересную новую работу а мы переходим дальше далее я бы хотел поговорить подождите я еще хотел показать вам проект чтобы вы приблизительно понимали как вообще выглядит работа на данном предмете наверное покажу проект про фильмы один из последних проектиков и получается что выглядит примерно так тут значится грубо говоря это просто как база данных с интерфейсом вы можете удалять фильм либо например вы можете посмотреть информацию о данном фильме либо вы можете изменить информацию либо добавить новый какой-нибудь фильм то есть основные функции как и в любой базе данных значится поехали дальше далее я хотела поговорить о таком предмете как при при это проектирование информационных систем что мы значится делали я сразу покажу какую-нибудь работу для того чтобы вы понимали визуально как выглядело наше обучение данного предмета мы значится составляли диаграммы все впрочем то из чего состояла из чего состоял данный предмет это составление вот этих диаграмм и как я поняла что этот предмет имеет еще свое продолжение на следующем курсе возможно даже не один семестр так что данный предмет также можно считать одним из основных предметов на данном семестре а мы поехали дальше далее хотела бы поговорить о таком предмете как наи наи это искусственный интеллект я знаю что очень многие идут в университет и уже знают что они хотят пойти на такую специальность как искусственный интеллект так вот я была одним из тех людей которые думал что ну возможно если вдруг да я пойду тоже на данную специальность вроде бы то с каждым разом мне хотелось пойти на эту специальность все больше и больше вот до этого семестра как раз таки когда у нас появился этот предмет искусственный интеллект почему почему именно до этого момента потому что сейчас я понимаю что искусственный интеллект это достаточно тяжелая вообще специальности и сам предмет для меня он был достаточно тяжелым тяжело разбираться во всех вот этих вот алгоритмов понимания во всех этих формулах потому что это на самом деле получается вы создаете грубо говоря свой маленький мозг который самовершенствуется и саморазвивается я наверное расскажу про один например из проектов который у нас был для лучшего понимания у нас вот например был проект про языки то есть задача программы было определять на каком языке пишет пользователь если я напишу например что-то на английском он скажет то что я пишу на английском если я пишу на русском он будет говорить то что я пишу на русском и там были был определенный список языков по моему их было где-то три если я не ошибаюсь и получается что в то же время машина должна была еще и самого развиваться то есть она запоминала моменты если мы уже и говорим что вот я пишу на английском это английский она запоминает это и и в дальнейшем она как бы регулирует все полученные данные для того чтобы самосовершенствовать свою возможность определения языка да также я была ошарашена ну как же все-таки определять сам язык на самом деле там есть маленькая загвозочка которую я надеюсь вы тоже узнаете если у вас еще будет такой проект так что достаточно интересно но тяжеловато было для меня сам предмет конечно же я сдала все нормально ну и поехали мы дальше далее я бы хотела поговорить о таком предмете как мул мул это мультимедиа значит мне на самом деле не очень понравился данный предмет мне кажется сами учителя даже как-то отнеслись халатно к преподаванию как и на лекциях так и на туториалах возможно они думают что не знаю студенты с информатики они не очень заинтересованы в их ним предмете но на мой взгляд можно было как-то наверное придумать более интересную программу потому что на лекциях мы больше изучали звуки на туториалах у нас была работа с фотошопом потом один урок у нас был уделен для того чтобы например сделать просто html css страничку далее у нас также еще было какой-то урок по 3d мы работали в какой-то программке по названию воксель если я не ошибаюсь это грубо говоря ты берешь и клепаешь работу как в майнкрафте знаете вот из кубиков меня лично не заинтересовал данный профиль к сожалению все очень быстренько и мы затронули знаете какую-то такую маленькую получается песчинку что ли вообще во всей этой большой сфере мультимедии к сожалению она так вот случилось но окей поехали дальше далее я бы хотела поговорить о таком предмете как псм на самом деле не считаю что этот предмет является одним из основных хотя в самом начале я думала что возможно она так и есть что мы делали на данном предмете наверное продемонстрируем мы работали на самом деле в excel и и также некоторые работы проводились программах для написания кода писать можно было на любом языке программирования я конечно же выбрала джаву на примере я вот покажу как выглядел один из моих проектов это проект game of life то есть небольшая игра когда у нас есть такие правила что клеточка может выжить если у нее там три соседа да и может там умереть если у нее там один сосед правила конечно там могут настраиваться так что вроде то интересно достаточно проектик и вот что-то в таком роде было на данном предмете достаточно вроде бы то не сложно интересно сдается легко ну и подытожим сам семестр был очень классным и насыщенным и мне правда семестр очень помог с выбором специальности данный выбор кстати я уже сделала в июне и обязательно вам расскажу в следующем ролике что я выбрала и какие специальности были предложены на английском потоке если вам это интересно и до новых встреч пока пока